Привет, ребята! Это такое, опять, неформальное видео на моем канале. Тут будет много одежды. Одежды. И тут будет много историй о том, как вообще я менялась. И, ну, просто истории жизни. Так что, если вам интересно, то оставайтесь. Погнали! Вообще, такое небольшое предисловие. Товеря, звучи микру. Вообще, такое небольшое предисловие. Еще пару лет назад я была такой пацанкой. Просто наглую пацанкой, потому что я дралась с пацанами. Косметика, что это вообще такое? Косметика, о чем речь? Юбки, платья, ну, такое. Как бы, если мама заставит, то ладно, надену. А так, это вообще было не мое абсолютно. Я вечно срывала уроки. Меня терпеть не могли учителя из-за поведения, потому что у меня, правда, было просто отвратительное поведение, если уж, ну, честно. И когда я поступила в универо, я учусь в медицинском университете, сейчас уже на третьем курсе, я стала сильно-сильно-сильно меняться. Во мне проснулась девушка, что ли? 20 лет пора бы, да. Во-первых, я стала краситься, и я стала нарядно одеваться, вот как девушка. Прямо мне стала заходить одежда. Зара, наверное, теперь самый мой любимый магазин, потому что мне там стало подходить все. Я очень люблю их одежду. Так что большинство вещей, которые я сегодня здесь покажу, были куплены в Заре. И более того, они были куплены не в Новосибирске, где я живу, а в Грузии. Когда я была там, я посмотрела цены, сравнила, и там оказалось намного дешевле. Ну, не прям 50%, но прилично так дешевле, чем у нас. Поэтому, пользуясь этим, я купила все, что могла себе позволить. И сейчас буду показывать это вам. Ну, так вот, как я говорила, сейчас я очень полюбила всякие рубашечки, юбочки. Выглядеть достаточно привлекательно и мило. Но, не знаю, как-то по-девчачьи я стала чувствовать себя намного увереннее. Особенно, когда стала красить брови. Это курс так с первого, наверное, началось, потому что в школе у меня просто были светлые брови. А, по сути, они у меня просто... Ну, их нету, если их не красть. Сейчас, если стереть эти брови, то... Ну, они как... Они намного светлее этих волос. То есть, как будто выгоревшие волосы мои. Это жесть. Я... Даже мама, когда я ухожу куда-то, вдруг не накрашенная, она говорит, иди подкрась там ресницы, брови, потому что прям выглядит, как будто я болею. Серьезно. Была такая недавняя ситуация. У нас есть пара раз в неделю проходит, которая... И как раз в начале этого учебного года я пришла на эту пару. Я болела тогда. У меня началась панемия моя жесткая, с которой я потом слегла в больницу через пару дней. И это была как раз та пара, после которой я госпитализирована была. Я была очень бледная. По-моему, тогда у меня практически не было сил накраситься. У меня дико болела голова. И, видимо, я запомнилась такой преподавательнице. Я пролежала в больнице, пропустила эту пару. В общем, мы с ней не виделись. Месяц, наверное. Потом я пришла уже более-менее по-здоровее выглядела. И в итоге, ну, последним занятием я пришла, ну, как обычно, как я сейчас нам, например, да. В принципе, вот как... Вот как сейчас я вам показываю, как я хожу. Она сидит и спрашивает, мол, что-то ты сегодня изменилась. Потом в итоге еще сидит, сидит и спрашивает еще раз. Может быть, у тебя сегодня день рождения? Ты какая-то сильно активная, там, не знаю, может, нарядная. А я, получается, в принципе такая. Она меня видела в тот момент, когда я была просто днища убогости. Я болела и, ну, вообще умирала. И не до этого у меня было. А потом я вошла во вкус свой, обычный темп жизни, ритм жизни, стиль. И вот она так удивилась. Просто абсолютно разные люди. Та девочка, которая вызывала, не знаю, жалость, хотела погладить по головке и сделать так, чтобы я не померла там на паре. Она меня даже отпустила, потому что мне было настолько плохо, что я через час написала тест, ушла домой. И, ну, и там все-все было плохо очень. А сейчас я была очень бодра. И эта история очень затянулась. Так что погнали дальше. Второй мой любимый наряд, образ, это вот эта юбка красная и белая рубашка с бантами. Это просто, не знаю, космос слишком нарядный, но мне так нравится. Минус этого наряда в том, что бантики не влазят под халат. Вот это, конечно, проблема. Поэтому я стараюсь надевать эту рубашку, когда пар каких-то как таковых с халатом нет. Хотя практически все такие пары. Ну, короче, я засовываю эти бантики в халат. Это тоже все Zara. И вверх, и вниз. Дальше, третье. Долбануло мне в голову, буквально недели там две назад, что я хочу гольфы. Потому что я хочу их. Просто хочу и все. Увидела, не знаю, наверное, в инстаграме где-то или еще где-то присмотрела. Поняла, что хочу. Пришла в магазин, зашла в Калзидонию. Ну, наверное, все знают Калзидонию. Там мне, конечно же, мозги запутали просто, как они это умеют, четенько. В итоге я купила не гольфы, а гольфини. Теперь я знаю разницу между гольфиними и гольфами. А она есть, поверьте. Там в длине разница. Но на самом деле просто стояла вопрос о том, как вообще ходить в эту погоду холодную на улице в пальто. Ну, как бы у меня пальто достаточно длинное. Все равно холодно ногам. В чем ходить, как ходить, непонятно. Я купила вот эти гольфы, гольфини. И все, проблема решена. Ну, и, конечно же, я шла за одной парой. И там все акция, то есть все пятая, десятая. Ну, в общем, три пары у меня есть. Вот они. Итак, а этот образ, ну, точнее, два вот этих платья я покупала бордовое в бершке и зеленое. Темно-зеленое в Заре тоже. Эти платья всем нравятся. Не знаю, они даже моей маме заходят. Мне тоже они очень нравятся. А пацаны на последнее... Ну, наши мальчики на последнее платье, которое с разрезами, сказали, что это как будто рана. У нас есть и всекает, рассекает. Ладно, уберу медицину. Короче, рассеченная рана, которую зашили швами. Блин, у меня что-то так зашло, не знаю. Вот, ну, такое представление у них на моем платье. Ну, и, конечно, они очень классные, прям привлекают внимание противоположного пола, так скажем. Да. Ну, и на самом деле, девчонки, ну, правда, юбки и платья, они прям, ну, бросаются парням в глаза. И не только молодому человеку приятно, когда я хожу, там, в юбках, ну, привлекательно, в общем, выгляжу для него. А просто парни с фотока подходят, и той вот красной бордовой юбке, делали, я помню, комплимент точно, этим платьем, лапшам. Лапшам. Видимо, девушка, ну, правда, становится как-то заметнее, когда она в юбке или в платье нарядно выглядит. Потому что, когда я в брюках, ну, ну, я просто в брюках. Я просто Лиза, привет, как дела? Вместо «ты сегодня красиво выглядишь». Так что, если вы не носите всякие юбочки и тому подобное, то посмотрите «Милу Левчук». Не знаю, я, вы, наверное, 50% тут точно знают, кто такая Милу Левчук. Наверное, она меня очень так изменила ее видео, так что оставлю вам ссылку в описании. Брюки у меня теперь в топе два вида. Это одни, которые сейчас на мне, они такие бархатенькие. Бархатенькие, ну, они прям приятные, хочется трогать. И вторые, это с лампасами, как будто я на адике. На самом деле, так забавно выглядят. Но, блин, мне нравится. Типа мода. Как будто я спортивка. Они просто делают ноги такие прям ровными, эти линии. Как-то их уменьшают, что ли, визуально. Поэтому они в них заходят. Ну, а с ними, понятно, рубашки, кофты. Вот сейчас я в кофте с этими широкими рукавищами. Сейчас, кстати, я заметила, модно на рукава пошла, на всякие необычные бантики, рваные рукава и все такое. Ну, в принципе, мне нравится, ну, как видите. В общем, наверное, это был мой сейчас минимум, мой топ личный для меня. Если вам интересны вдруг такие видео, я просто не могла не поделиться тем, как меня вдохновляет одежда последнее время. Я смотрю на нее, и мне прям, мне хочется, мне это поднимает настроение. Если я иду в каком-нибудь простом там свитшоте, в джинсах, и если я еще не окрашена, то это... Ну, то я просто как будто прям болею и сейчас умру. Честно. А так, конечно, более уверенно и классно я себя чувствую. Я даже могу на паре лучше отвечать, если я буду выглядеть соответствующе, как-то более проженственным, что ли. Ну, вы поняли, к чему я вас склоняю. Если вам интересно такого рода видео, то обязательно напишите об этом внизу и напишите, какой образ, наряд вам понравился больше всего. Был ли у вас такой переходный момент, как у меня, где-то между универом и школой, когда вдруг из... Когда вдруг из мальчика Лизы появилась девушка Елизавета Петровна. Если у вас такое было, то обязательно тоже пишите. Ну, и вы знаете, что я очень люблю с вами общаться в комментариях. Ну и, собственно, все. Пока-пока.